Приветствую вас, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Сергей Проходский, и сегодня мы поговорим о газонах. На самом деле, ни для кого не секрет, что ровная идеальная лужайка – это всегда хорошо на участке. Дети могут прыгать, бегать, можно пользоваться полноценно таким пространством. Ну и, конечно, она украшает любой сад. Но за газоном надо ухаживать. Прежде всего, хочу отметить, что выделяют целый комплекс мероприятий, которые проводят с газонными покрытиями. Условно их разделим на две части. Основные, без которых газона в принципе быть не может, и второстепенные, которые выполняются либо время от времени, раз в несколько лет, либо по мере необходимости. Так вот, среди основных, главных мероприятий ухода за газоном будет прежде всего козьба. В идеальном варианте газон, как здесь, поддерживать в постоянно скошенном состоянии. Весной, летом, осенью. Всегда. Чтобы он был примерно одинаковой высоты. Чем чаще будете косить, тем лучше. Второе важное мероприятие – это подкормка. О ней мы поговорим сегодня, чуть позже. Смотрите видео. И, кроме этого, важным является полив газона. Чтобы дрова не высыхала, не желтела, как это очень часто происходит в городах, необходимо следить за ее постоянной хорошей увлажненностью. Это топ-3 главных мероприятий ухода по газонам. Сейчас у нас начинается осень, и понятно, что осенью мероприятия по уходу немного корректируются. Главные, основные они остаются. И, кроме этого, мы вносим текущие вот эти коррективы. Первое, с чего мы начнем сегодня – это с подкормки за газоном. Подкормка важна. Конечно, не всегда есть смысл вносить удобрения прям несколько раз за сезон. Можно растягивать их, но в любом случае, если вы хотите хороший газон, хотя бы одна подкормка за год у вас должна быть. Осенняя подкормка, она хороша тем, что позволяет подготовить газон к зиме, одновременно обогатить дернину элементами питания. Лучше всего осенью использовать удобрения комплексные и с преобладанием фосфорокалия. То есть, комплексные осенние удобрения или фосфорокалиния. Что мы сегодня, собственно говоря, и сделаем. Итак, осенняя подкормка газона отличается немного от весенней или летней тем, что надо использовать, во-первых, удобрения комплексного осеннего действия, то есть, там будет преобладание фосфорокалия, и будет минимальное количество азота. Сейчас не надо, чтобы трава росла в высоту, надо, чтобы, наоборот, она укреплялась к земле, накапливала силы, и, соответственно, в будущем году нас радовало. На данном этапе, вот как раз-таки до этого, я внес по газону комплексные осенние удобрения равномерно по всей площади. Именно поэтому я пользовался сейлкой ручной, чтобы добиться того, чтобы гранулы равномерно попали на всю территорию газона. Если рассевать руками, можно в дальнейшем получить полосатый газон, что, конечно же, будет не очень хорошо. Кроме этого, важна дозировка. В идеальном варианте надо, естественно, смотреть рекомендации производителей. У разных производителей удобрений будут разные нормы. Но примерно у комплексного удобрения это ориентировочно 30-40 грамм на метр квадратный. То есть, это фактически одна небольшая жменя, которую мы вносим, равномерно проходя по поверхности газона. Таким образом, мы равноценно будем обогащать каждую травинку по всей территории. Из трех важных мероприятий по уходу за газоном осенью, кроме подкормки, остается предельно важным козьба. В идеальном варианте газон, как я уже говорил, должен быть достаточно низко скошенным. Высота травостоя должна быть в пределах 3-5 сантиметров. Не допускайте того, чтобы газон перерастал и поднимался на высоту 10-15 сантиметров. То есть, не косите газон по принципу того, что вы приехали раз в две недели на дачу или в деревню, или даже раз в месяц, и, соответственно, его скосили. В этом случае это будет такой луговой или полевой вариант, который, конечно же, тоже имеет право на существование. Косим тогда, когда газон отрастает. Если вам вдруг кажется или возникает мысль, что, может быть, надо скосить газон, значит, точно уже надо. И причем надо еще там день-два дня назад. Старайтесь, чтобы он отрастал немного и постоянно его скашивать. Так вы будете держать дернину плотной, и в ней менее вероятно будут появляться сорняки. Осенью с поливом по газону становится уже гораздо проще. Во-первых, падают температуры. С другой стороны, появляется все-таки или добавляется большее количество атмосферных осадков, и трава уже в основном не горит. Поэтому вот это третье мероприятие, оно фактически будем считать закрыто. Но с другой стороны, могут оставаться и другие нюансы по газонам, за которыми следует следить или обращать внимание. Очень часто на газонах или периодически появляются различного рода сорные растения. Причем есть различные жесткие такие сорняки, которые могут внедряться даже в очень плотную дернину. То есть даже с очень хорошим уходом. Время от времени необходимо с ними также работать. Если, как здесь у нас, количество сорняков буквально единичное, на метр квадратный или на площадь, оптимально с ними поработать вручную, то есть механически. Можно использовать небольшие ножи, какой-то садовый инструмент, специальные такие вот тяпочки, выковыриватели, или, соответственно, более профессиональное оборудование. Так вот, если сорняков немного, мы стараемся аккуратно выкопать эти сорняки полностью с корневищем, с корнем. Злостные сорняки, если у них корень обрезается, они остаются в дерне, они потом прорастают, соответственно, назад. Это осот, одуванчики, матемачиха и подобные им. Если же сорняков становится много, мы, допустим, запускали с кошением, большое количество семян летело с окружающей территории, они внедрились, распространяются. Такими вот особо злостными могут быть, допустим, клевер белый, который может прям куртинами разрастаться по газону. Хотя в то же время кому-то он и нравится, как цветущее растение, такое создание локального мавританского газона. Но если мы хотим от них избавляться, и у нас появляются прям отдельные кочки или куртины, и их достаточно по газону много, понятно, что механически работать с ними уже будет сложно. И, возможно, стоит задуматься о применении специальных химических средств защиты газона. Это гербицидов. Конечно, с химией на садовых участках надо быть осторожными. Я уже говорил о том, что если есть возможность, лучше использовать механическое средство защиты и просто выпалывать одиночные сорняки, которые будет немного при должном уходе. Если же вы все-таки применяете химию, а это будут тогда гербициды избирательного действия, то есть те, которые будут действовать только на двудольные сорняки и на самую газонную траву воздействовать не будут, в любом случае работать надо очень осторожно. Во-первых, с применением средств индивидуальной защиты. Во-вторых, когда вы используете опрыскиватель и проходите по сорнякам, следите за тем, чтобы этот гербицид не сносило ветром на окружающие декоративные растения. Они могут тоже пострадать. Если у вас сорняков немного, то гербицид можно вносить точечно, то есть фактически опрыскивая отдельные растения в газоне. Если вы уже запустили, и ваш газон, по сути, представляет собой отдельные какие-то куртинки трав, а все остальное это сорняки, то, понятно, надо проходить полностью по всей площади. Сейчас есть, на самом деле, выбор по таким гербицидам. Вы можете их найти в магазинах. Пользоваться единственное, что ими необходимо на протяжении вегетационного сезона. Сейчас уже завершающий период, когда их можно применять. А в идеальном варианте это на протяжении лета. Кроме этого, помните про то, что осенью, как правило, на газоны попадает много различных листьев, которые будут лететь с окружающих декоративных растений. Не допускайте того, чтобы они скапливались на газоне кучами, гнили, прели. Все это, естественно, вызовет в дальнейшем проплешины. Убирайте их, следите за высотой газона, косите газон осенью до тех пор, пока он растет, а не потому, что там сейчас сентябрь или октябрь. И в целом старайтесь за газоном хотя бы немного ухаживать. Тогда он будет радовать вас красивой изумрудной зеленью, плотным дерном, по которым можно не только ходить, но бегать и валяться на нем. Ну и кроме этого, радовать глаз как передний фон посадок. Если вы, конечно, газон запустили, его необходимо будет восстанавливать. Про это вы можете посмотреть у меня на канале. Кроме этого, не забывайте смотреть другие видео на канале про цветок. Ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи в новых видео.